Приветствую, коллеги-регрессологи и зрители, все, кто интересуется темой регрессии. И сегодня в этом небольшом ролике я бы хотела с вами обсудить недавно вышедшую статью под названием «Мертвые души», которая была опубликована на сайте Центра Пробуждения. Впервые, когда я услышала фразу «Мертвые души» от регрессанта, я была очень удивлена, так как душа — это, в принципе, нечто очень живое. Но, тем не менее, пойдя в исследование, было поднято достаточно много интересной и полезной информации, которые можно использовать как в повседневной жизни, так и в нашей работе с клиентами и в терапевтических целях. И как раз сегодня я расскажу, как можно некоторые техники использовать для того, чтобы дать неоспоримую пользу нашим клиентам. В ходе сеанса было выяснено, что, естественно, большой души или Высшего Я мертвого не бывает в принципе. Мертвыми, условно, мертвыми могут быть маленькие частицы, то есть выделенные фрагменты Высшего Я, малые души, как мы их называем, которые воплощены в телах. И эти так называемые мертвые души — это определенные информационные сгустки, которые по каким-либо причинам принимают в определенный момент времени решение не возвращаться, не возвращаться домой, не возвращаться к Высшему Я, не возвращаться к источнику и остаться в таком состоянии разъединения на некоторое время. Чаще всего эти души, они остаются в неком околоземном тонком пространстве. И таким образом эти души, они могут создавать для себя некоторые иллюзии, иллюзорные пространства, и в них себя заточать. Об этом мы, кстати, можем почитать у Майкла Ньютона в книге «Путешествия души» в главе 3. Там тоже есть описание того, как такие души, которые решили остаться после развоплощения в околоземном пространстве, создают для себя, в зависимости от их предубеждений, определенные ограниченные, назовем это клетки. Кто-то живет из них в саду, кто-то создает себе нечто наподобие ада или чистилище, в зависимости от того, какие выводы эта душа вынесла в своей жизни. Очень многое зависит от того, какие у личности были предубеждения, догматы относительно загробного мира. Потому что сразу после развоплощения душа продолжает себя еще некоторое время ассоциировать с личностью, которой она была при жизни. И, соответственно, если у этой личности были какие-то определенные предубеждения насчет того, что должно с ней случиться после жизни, то она может эти свои мыслеобразы, скажем так, проецировать и в них себя заключать. В таком случае может оказаться в некоторой ловушке тонкого околоземного пространства и застрять, застрять между мирами, не перейдя, не перейдя в мир душ, не соединившись со своим душем я и, соответственно, не принося свой прожитый за жизнь опыт в копилочку высшего я. Это связано с законом свободы воли, так как воплощенной душе предоставлена свобода воли и она вольна выбирать свой путь, свое развитие. И, следовательно, по этому закону воли душа вольна при желании остаться на некоторое время. И часто таким душам действительно нужно время для того, чтобы какой-то опыт переосмыслить, но бывает и такое, что в силу долгой задержки такая душа может начать забывать себя, забывать о связи с высшим я, забывать о связи с источником и в таком случае она как бы теряет себя, теряет свое осознание. И при предложении помощи со стороны такая душа даже может эту помощь отвергать. Например, если будем предлагать помощь мы, как живые, либо если будут предлагать помощь наставники, такая душа может отвергнуть помощь, либо повиснуть в иллюзии того, что она, например, помощи недостойна. И продолжать пребывать в этом некотором заточении. И что удивительно, в ходе этого исследовательского сеанса было обнаружено, что мы, как живые люди, способны оказать таким застрявшим душам помощь. И сейчас в околоземном пространстве их достаточно очень большое количество. И со своей стороны каждый человек, который ощущает такую внутреннюю потребность помочь коллективу, скажем так, да, помочь этим подвисшим душам, он может провести некий обряд очищения и инициацию перехода. При этом сама специфика обряда имеет очень мало значения. Главное – это назначение, а именно образное представление разрешения процесса перехода в иной мир. При этом человек может, естественно, соблюдать некоторую обрядность. Это может быть как религиозный обряд, так и придуманный от души, когда мы можем использовать и благовоние, и стучать в бубен, и звенеть в колокольчике. Самое главное – это представить. Представить, что образуется некое приходное пространство. Портал, либо лестница в небо, через который все желающие могут пройти. И, кстати, в одном из сеансов во время работы с регрессантом подобное было обнаружено, когда регрессант понял, что он оказался как раз-таки такой душой, которая подзастряла. Он подробно описал, что вот некоторое количество, несколько столетий он скитался по городу, но потом однажды в церкви проводился некий обряд очищения, и эта душа смогла проникнуть в портал и, соответственно, уйти в загробный мир. И во время работы с регрессантами мы с вами можем столкнуться с такими моментами и можем встретиться с подобными описаниями. Еще бывает, когда регрессант у нас выказывает какие-либо жалобы по поводу того, что, например, ему снятся умершие люди, либо он чувствует в своем окружающем пространстве некоторое воздействие, которое может связать как раз-таки с умершими людьми, с вот такими вот подвисшими душами. В таком случае мы с вами как раз-таки можем провести с вами сеанс для этого регрессанта, погрузить его в трансовое состояние и провести трансовое сканирование на наличие в окружающем пространстве вот таких вот подвисших душ. И, соответственно, через взаимодействие с ними, через образную работу мы можем с вами, опять же, уже в ходе регрессивного сеанса произвести вот такой вот обряд перехода для этой души, для души, которая вышла на контакт с нашим регрессантом. Естественно, для людей, у которых есть сложности с погружением в трансовое состояние, вполне допустимо использовать, например, людей с природными экстрасенсорными способностями, либо слиперов, либо экстрасенсов, которые могут за них помочь провести такой обряд. Я считаю это вполне допустимо и тоже вполне эффективно. Но по данному вопросу, я думаю, нам, если будут такие желающие поделиться своим опытом, именно со стороны экстрасенсорика, как это все видится, как это ощущается, как это проводится, будет очень интересно изучить эту информацию. Со своей стороны я же могу рассказать о том, как данную информацию можно использовать в ходе регрессии. Как говорила, естественно, мы можем через погружение в транс-регрессанта просканировать, например, его окружающее пространство или выйти на связь с этими развоплощенными душами, которые, например, ему снятся, и провести этот обряд. Еще подобный обряд очень эффективен при работе с родом. Во время родовой регрессии, когда мы оказываемся в некотором пространстве рода, я это называю храм рода, где мы наблюдаем взаимодействие с душами, которые воплощались в этом роду, где мы прозываем наставника рода, мы можем обнаружить такие застрявшие подобные мертвые души, которые как бы повисли и застряли в родовой системе в некоторых задачах и привязанностях. Еще также здесь могут наблюдаться подвисшие абортированные дети, либо нерожденные души, души, исключенные из рода, и часто им уже нет нужды продолжать оставаться как бы здесь. И регрессант на правах ныне живущего представителя рода способен произвести подобный обряд перехода для всех желающих в роду. По этому поводу мы можем сейчас с вами посмотреть и послушать следующий эпизод из сеанса регрессии. А мы остаемся в поле вашего рода. Опять почувствуйте единство, соединение с вашим родом. Увидите своего наставника рода. И спросите его, что самое важное вам необходимо знать из родовой памяти. Ну, что-то странное. Дети. Самое важное – это дети. Увидите своих детей в поле своего рода. Присоедините их. Они тоже напитаются этой энергией рода. И сейчас мы с вами еще сделаем одно действие. Если в вашем роду сейчас, в том круге, который вы видите, здесь все души, которые когда-либо приходили в ваш род, здесь есть и нерожденные дети, и все-все, кто был причастен. Если кто-то из этого круга, кто хочет уже уйти, уйти в свет источника. Прямо осознаете. Хочет похинуть это пространство. Мало, мало, мало. Отлично. И вы сейчас, как проводник своего рода, вы способны помочь всем тем, кто хочет уже уйти и соединиться с источником. Представьте, как в центре, в центре своего родового пространства, вверху, вверх, посмотрите, вы открываете портал. Открываете портал. Это портал напрямую в центр источника, в центр божественного света, где все мы едины. И все те из вашего рода души, кто уже полностью прошел свой опыт, исчерпал его, изучил все в руки, которые хотел, и готов перейти дальше, может сейчас это сделать. Дайте свое дозволение. Все, кто желает, могут уходить, перейти в свет источника для соединения с ним. Много. Да. Пусть все они отправляются. Все, кто считает, что уже закончили свои земные обязательства и готовы уйти, уходят в свет источника, уносят весь свой земной опыт, соединяются там в едином свете, свисущем. Все души, которым пора уйти, все нерожденные дети, которые задержались и пора им уже уйти, отпустите их все. У кого еще остались земные задачи, остаются. Почувствуйте, как пространство меняется, как оно становится легче, чище, светлее, свободнее. И теперь каждый, кто остался, может проявиться лучше, ярче, ярче светить. Все ушли, кто хотел? Да. Вы можете попросить наставника закрыть портал и закрыть его самостоятельно вместе с наставником. Закрывайте портал. Угу. Угу. Спросите наставника. Хорошую работу мы сейчас провели? Мощную. Как это помогает вашему роду? Когда мы позволили всем, кому пора, уйти в свет источника? Не тащить за собой время. Да. То есть мы сейчас облегчаем родовую карму. Все, что уже было и жито, все, что было пройдено, изучено, мы отпускаем. Отпускаем ко всесущему. Итак, как вы поняли, самое главное в этой работе это дать некоторое разрешение. В подобной родовой работе мы задаем вопрос регрессанту. Есть ли в этом пространстве, в пространстве вашего рода, души, которые желают уже перейти, совершить переход, соединиться с источником? И чаще всего в большинстве случаев получаем ответ «да». В таком случае мы говорим «Представь, пожалуйста, сейчас создай портал, переход к самому источнику». И все, кто желает, кто уже хочет покинуть это пространство и соединиться с источником, могут по нему перейти. И просим регрессанта наблюдать за происходящим и описывать то, что происходит. И на удивление, раз за разом применение подобной техники оказывает положительное воздействие, находятся желающие совершить данный переход. И мы наблюдаем эти процессы. При этом некоторые души остаются, видимо, которые еще тесно связаны с ныне живущими, которые еще продолжают какой-то свой родовой опыт приобретать. Но при этом многие уходят. И каждый раз регрессанты отмечают, что им становится легче, лучше, пространство рода как будто облегчается и появляется место для нового, для чего-то созидательного. И в дальнейшем я считаю, что это может сказаться очень позитивно на самом клиенте, на раскрытии его возможностей для создания чего-то нового и, соответственно, для привнесения этой новой информации в родовую систему. И сейчас прослушаем еще один эпизод, описывающий подобный обряд в родовой системе. Страдания, боль, жертвы, ненависть, насилие, все, что души пишут, очищают. И как бы, знаете, уходит что-то от меня со спины. Да, пусть выходит. Продолжайте процесс. И пригласите присоединиться всех убитых, абортированных, пусть они тоже очистятся. Очистятся и обретут свободу. Создайте портал к источнику. Все, кто захотят, смогут уже уйти и слиться с ним воедино. Знаете, и родители мои уходят туда. И отец, и мать, и бабушка, и прабабушка, и прапра. Да, мы завершаем эти программы. Все, все уходят туда. И абортированные дети от моей матери. Будто у меня много братьев, сестер мне рожденных. Они тоже все туда уходят. Все, все, все. Да. Нам пора завершить эту карму. Пусть они все освобождаются. Которые повесились. Самоубийство закончили. Все уходят. Все, все, все. Все туда. Этот кристалл, он очень мощный. Он завирает, впитывает из себя все. Он такой, он настолько мощный. Прям как... Вибрации очень высокие у него. Прям затягивает. Я отпускаю все это. Как будто от рук уложен. Пускай мне. Пусть это все прям выходит из тела, из мышц. Это отвращение. Это все, все. Все несчастные женские судьбы. Все, все, все туда уходят. Отлично. И параллельно с тем, как вы очищаетесь, начните наполняться светом источника. Он проходит через портал и начинает заполнять пространство вокруг вас. Мудрая энергия источника, который каждому дает то, что ему необходимо. Вы сейчас отпускаете весь негатив на переработку и заполняете сильной, мудрой, целительной энергией источника. Наполните сердце, тело, пространство вокруг себя. Все тело, тлеточки наполняем. Все. Прекрасно. Светитесь. Очищаетесь, светитесь. Сверкаете. Как солнце. Все ваше родовое пространство залейте этим светом. И пусть все души, кто желает, тоже наполнятся. Кто-то, может, захочет уходить уже для того, чтобы слиться воедино с источником. Кто-то, может быть, захочет еще побыть здесь. Энергии бесконечно много. Вообще. Безгранично. И вы сейчас наполняете все. Вы едины. Едины с этим светом. При чтении статьи «Мертвые души» мы с вами могли также наткнуться на описание того, что есть некий эволюционный план души. И таким образом, когда Высшее Я вновь и вновь отделяет части себя малые души для воплощения на планете Земля, это делается с целью обретения некоторого опыта, для дальнейшей интеграции этого опыта. То есть, когда малая душа возвращается, соединяется, она этот опыт привносит. И, соответственно, если у нас появляются мертвые души, то есть подзастрявшие такие разоплощенные малые части, то они свой опыт не доносят в нужное время, скажем так. Естественно, рано или поздно это соединение произойдет, но оно как бы оттягивается по времени. И когда на планете Земля большое количество таких расщепленных, разбросанных по времени сознаний, эволюция в целом на планете идет очень медленными темпами. И можно ускорить эволюцию души, инициировав некоторые процессы сборки опыта, то есть сборки таких подзастрявших частей. И, соответственно, при этом даже в трансовой работе, в регрессивной работе с нашими регрессантами мы можем сталкиваться с такими моментами, что после просмотра прошлой жизни они могут описывать, например, то, что развоплощенная душа как раз является застрявшим фрагментом. И как мы видели в статье «Мертвые души», высшее я способно выделять иногда на воплощение души, которые как раз-таки имеют цели, подзадачи в плане души, как сбор вот таких вот потерянных фрагментов. И как раз-таки во время сеансов мы иногда можем найти такие прошлые жизни с вот такими вот подвисшими фрагментами на этапе перехода. И часто они бывают, застревают как будто в некотором тумане либо в определенном иллюзорном пространстве. И через взаимодействие с этими фрагментами сознания мы можем произвести их исцеление и интеграцию. То есть опыт, пройденный тогда, он как раз-таки будет дополучен, и таким образом происходят некоторые слияния. И это очень благостно сказывается на самих регрессантах, так как они дополучают какие-то фрагменты знаний, фрагменты опытов, которые необходимы им в нынешнем воплощении и, соответственно, могут помочь им продолжить свой эволюционный духовный путь. И сейчас мы с вами прослушаем один из таких фрагментов из сеанса регрессии, суть которого сводилась к тому, что регрессантка погрузилась в свою прошлую жизнь, где она увидела воплощение в девушке-принцессе, у которой была весьма сложная судьба, несчастливая. И в конце концов она покучила жизнь самоубийством и сбросилась, сбросилась с балкона замка. И, в общем-то, вот после развоплощения этот кусочек души, кусочек сознания был в таком подвисшем состоянии. И в ходе сеанса у нас произошло слияние с этим опытом. Итак, посмотрим. Можно ли мы здесь, в этом месте, получить ответы на вопросы? Для чего была показана эта жизнь, этой девочке, которая сбросилась из замка? Требуется исцеление части души. Пожалуйста. Давайте переместимся туда, где мы можем сделать исцеление части души после этой жизни. Где мы можем подлотать исцеление. Ставить перед собой и кладить одну руку на грудь, и другую на спину. И держит так. Держит. Сейчас какие-то лучи ей дает. Угу. Свет из рук. Сколько это будет продолжаться? Минутку. Я вижу, как будто с нее струями из-под одежды стекает дым. Угу. Как будто с нее, знаете, умерла под кайфом. Угу. И я дыша не совсем понимала, что происходит. Вот, и с нее как будто сейчас это стекает, как азот там в юбке. Угу. В подплатье прямо вот так из рукавов, из-под юбки. Угу. Угу. Устекается. Дурма она так стекает, да? Угу. Ну, то есть это не что-то негативное, но она в этом состоянии действительно настряла, и ей было сложно пойти дальше. Угу. И взгляд проясняется. То есть она до этого сидела такая, как кукла вареная. Не буйная, но такая, очень-очень красивая. Она радуется, она приходит сюда, и ей как будто приходит полностью осознание, что случилось, и она в один миг начинает радоваться, окружиться и говорить, господи, неужели все закончилось? И так сейчас обращается внимание с ангелом. Так. То есть она рада, да? Она рада. Да. И так стряхивает. Угу. Стряхивает. И спрашивает за него вот так, что дальше, учитель? Что он отвечает? Она на колени собирается вставать. Как будто бы ей показывает, что не надо. Он показывает ей меня, и говорит, это ты. Угу. Что дальше? А что дальше, это ты, да? Делать ничего тебе не надо. Угу. Угу. Твоя душа уже работает дальше. Угу. И он как бы держит ее, и подводит, ну, как бы подзывает, не знаю, вот, и показывает. И вот, ну, все уже в порядке. Все уже делается, да? Да. Задай, пожалуйста, вопрос. Для чего тебе сегодня нужно было увидеть эту жизнь? И что из этого надо понять для себя в нынешней жизни? Какая-то честь у меня была в тумане. В тумане? Угу. Угу. Мертвая. Да. А сейчас исцеление произошло? Да. Угу. Можете ли вы соединиться? Да, я хочу ее знания, эти знания про траву и про господизненную смерть. Это то, к чему я здесь стремилась в этом теле. Угу. Потому что у нее постепенно приходится знание всего. Она счастлива вот этим воспоминаниям поделиться. Угу. Потому что ни мнения, ни ей больше никогда этот опыт не придется переживать. Угу. И как раз таки, например, наставники души, либо наставники рода, они могут помочь производить такие исцеляющие и соединяющие эпизоды. После данной регрессии у регрессантки значительно снизилась тревожность, ушли страхи высоты и мысли о самоубийстве. Вот это вот самое важное, которые преследовали ее в некоторые эпизоды ее жизни. И после добавления этого опыта, этого фрагмента души, который была не интегрирована ранее, наблюдается вот такой вот заметный целительный эффект в ее реальной нынешней жизни. На этом на сегодня я заканчиваю. Было бы очень интересно послушать ваши подобные случаи, узнать, встречались ли вы коллеги в своих сеансах с такими фрагментами мертвых душ и как вы с ними работали. Благодарю за внимание и до скорых встреч.